Проверка сертификатов и состава продукции позади. Настало время на практике выяснить, кто же в этом году получит право называться лидером качества. В краевом конкурсе приняли участие 10 местных производителей, которые представили по несколько видов продукции. Образцы изучают жюри. На дегустацию также пригласили представители общественных организаций, чтобы они определили, кому достанется так называемый приз зрительских симпатий. Обычный дегустатор оставляет свой отзыв, ориентируясь на собственные предпочтения. Он оценивает вкус продукта и внешний вид упаковки по 10-бальной шкале. В случае с профессиональными экспертами все гораздо сложнее. Каждый продукт можно оценить по множеству параметров. Объективные связаны с безопасностью, а также с четкими представлениями о внешнем виде, составе, упаковке и в какой-то мере о вкусовых качествах еды и напитков. Например, колбаса должна быть не слишком соленой и без горечи. А шпик должен сохранять форму при комнатной температуре. Но это только единичные критерии. Технология производства предполагает целые списки требований. Поэтому в жюри конкурса входят эксперты узкой специализации. Есть эксперт по молоку, есть эксперт по мясу, есть эксперт по рыбе, по напиткам, которые в процессе работы комиссии дают необходимые рекомендации, необходимую информацию для членов комиссии. Потому что очень много нюансов. Вот мы сейчас буквально только что закончили дегустацию напитков. И прозрачность, и вкус, и высота пены, и цвет. Даже обычную питьевую воду продегустируют, рассмотрят все ее составляющие и оценят вкус. Потому что воду тоже можно испортить во время производственного процесса. Или сделать ее лучше. Важное значение имеет водоподготовка, то есть фильтрация воды, стерильность самой системы, розлива, включая даже сам воздух, при котором ведется розлив. От этого зависит все. То есть санитария, чистота вокруг. Если все чисто, все хорошо, то, естественно, вода будет стоять и будет вкусная. В плюс пойдет использование сырья, произведенного в России, а еще лучше на Камчатке. Также высоко оценивают натуральные ингредиенты. Итоги регионального конкурса «Лидер качества» подведут 15 ноября. Победители получат право изображать на этикетках особый знак. На лучшей камчатской продукции можно найти даже по несколько таких орденов, полученных в разные годы. Залина Корбанова, Антон Скрипаченко, информационное агентство «Камчатка».